Продолжение следует... 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 А соя это такой боб, как фасоль, помельче она, помельче, как фасоль такая, соинка, ну и лен еще, лен, только семена у нас собирают, там вот в горном, где лен сейт, там лен долгунец называют, там они собирают только для, стебелек, да, да, для этого. А здесь семечки он собирает? А здесь только семечки собирает, остальное все собирает. Чтобы потом сеять? Ну, сеять, но масло его, масло не надо, его хорошо покупает Китай, покупает там его, закупает Китай, семечки. Кашку сыпят и зернышками продают. Ну, не знаю, мы когда росли, было, у нас лен сеяли, но лен сеяли только для того, чтобы из него потом что-то шить, делать, то есть его делали, пряли там, ткали из него там. А сеяли для еды коноплю, конопля было много, сеяли много конопля, собирали зернышки эти, там, целый мешок там насобираем, потом его сушим, в супки толкем. Конопля эту, которую горит сейчас. Давали на конопляное масло, выжимали где-то конопляное масло, оно душистое, такое приятное, даже картошку там макнем, для кого вкусно. Но то делали мы так, мать сварит ведерный чугун картошки, нечищенной, мы ее очистим все, и такой-то противень был, длинный противень такой большой, на ее разложим все картошки, а мать сверху этой кашей конопляной, мы это толкем, она кипятком зальет, это его такое сделает, как пюре это, и сверху картошку зальет, и в русскую печь это все поставит, она, кажется, запекется это все. Сладенько, да? Да что ты там это? А сейчас курить начали. Сейчас невообразимую. Черезонный рот. А, оно в большое конопляное, а это собирали в снопы, замачивали, потом его мелко там мяли его, трепали это все. Лен этот. Да, когда остается, волокно остается, его связывали в такие пучки, там на что его, прялили, вот веревки из него делали, колхоза делали все веревки, делали из него там, тянут. Так вот крутят, как-то, и делали веревки из него. Мешки ткали грубой, на пешковину, мешки делали из него из конопля. Там разные, там на половики делали вот дорожки, как нас называют, нас называют половики. Крепкие? Конечно. Потери, потери. Конопляная. Все это было. Возрождать надо. Полоть мать пошлет, коноплю полоть надо было, когда она помимится, и полоть его надо там дикой конопля. Фоскаль называется, там, вырывать это, чтобы не мешало все этим. Мы походим, мама, голова кружится. А, видать, пыль-то идет, иди, искупайтесь. Мы побежим на пруд-то искупаемся. Мне, ребята, надо дополоть, давайте еще раз, еще раз. Ну, опять, голова закруется, пойдем, искупаемся, и все, значит, мы наркоманили, но мы не знали, что это такое. Думаю, что-то так, просто от солнышка может быть. А, видать, пыль-то это идет. Конечно. Другая конопля, батюшка. А? Не надо одну. Но все равно у нее есть. Все равно, конечно, есть. У нее ничего нету. Да. Только мужики хорошие. Ну, рецкие. Это индийская конопля, которая курица. А за эту коноплю, у меня растет, ничего. Как раз, Николай, растет конопля, которая что-то. Ты пробовал что-то? Которая то. Вот эта сейчас растет, это самое то. Самое то. Приезжает, где когда будет, смотрим, на... Ко мне милиционер приходил. На мотоцикле приехали. Чтобы это топ. Приехали на мотоцикле, ребята молодые, я понял, что я добывал вот это. Я говорю, ребята, давайте так, сегодня первый раз вы здесь. Я вас не видел, вы не приезжали сюда. Второй раз приедете, мы будем обязаны просто позвонить, куда следует. Больше не приезжаем. Может быть, Таня, где ночью приезжает, а у нас везде она растет, там эта дикая... Любознательные ботаники. Да, это Николай не понимает. Это самое... Мак. Мы ведь сели дома мак. А мак не тот тоже. Сосели мак, допустим, больше, как вот это, больше комнаты вот этой, вот сейчас, мак. Мак для чего было? Пирочки мать стряпала. Всегда. Там какие-нибудь еще там сделать, булочки там с маком. С сиропами маковые. Да, с маком это. А сейчас они нельзя. Это головки, еще зеленые головки, они их подрезают, из них молочко выступают. Они вот это молочко собирают, это очень дорогое. Ткань, ткань его так вот обматывали. Вот то говорят так, они побегают, там поборются, чтобы потное было тело, и тогда, пока она плевает, и она налипнет, это они соскребают вот это все. И употребляют там, курят там, и куда-то. Хватюшка на лучше. Я приехал, я приехал в 79-м году сюда, в Барнаулу. Граги плоха. Батюшка, я в Барнаулу приехал в 79-м году, и бабушка мне всегда маковые головки давала. А здесь нету маковой головки. Говорю, бабушка, дай мака поесть. Она говорит, он пропадать начал. Я говорю, как пропадать? А лопается, говорит, вот так. Да, лопается, это разрезается. А это, кажется, уже начали ребят. Ладно, все, мы вопреклись по этим. Не надо, почему? Вот, в общем, с уборкой идет, пока все хорошо. Помаленько, потому что старая техника там ломается, делает там. Быстро, благо, что можно везде эти еще найти запчасти. Игорь в другой раз в Барнаулу за день два раза бывает смотается. Ничего себе. Картофели копали? Копали картофель в этом году как никогда. Соседи у меня, инчихи, копали, дай мне, познать, там картофелю вылезли. Там чуть не по килограмм одна картофеля. А, крепко. У них, да. Но у нас поменьше, у нас там нет, а у них там на дьмом, это, там вообще наворотилы картошки. Большая хуже хранится, чем мелкая. Не надо, если хорошо. Мы по 600 ветер, Лену накапывали в детстве, помню, 600 ветер засыпали там погреб. На улице погреб и в Голубич, дома, в подходе. Потому что и картошка была такая, помню, синяя картофель была, синяя. Вот такие картофели. Из нее больше делали мы крахмал. Мать зашлет, на большой терке терли, накисель. Крахмал, чтобы кисель из нее варить. Это была картошка такая, синяя картошка. Голод не пройдет. Мы первый год, когда женился, и мазушка работала в институте, в лаборатории. Там лаборантом она работала. Заводчо училась в институте, в каком-то курсе она на третьем, наверное. И работала лаборантом. Ну и там от работы ему давали участки. Где-то по Знаменогорскому тракту, где-то там было. Километров, может быть, 7-8 до 10 участки. Ну, поехали мы садить. А мы привезли, из дома-то набрали вот этой картошки. Она здоровая. Она сидела, вырезала. Которую картошку на 4 части разрезали. То есть вырезала, где глазки. На 2 там. Ну и когда приехали мы садить-то там это. Люди подошли, о, молодежь что делает. А что у вас вырастет-то? Кого вы садите-то это? Ну, что-то, у вас она вырезала. Там она всего вот такой там это. Уголовник. Да. Очень никогда. А я летом-то, она летом была в командировке. Все по этим, у меня по районам ездили. Землеустройство занимались этим. Не землеустройством, а как? Землеисследованием. Аграрная это. Да, какая земля. Где какие-то. Из-за скани. Из-за скани не делаем. Я раза два, наверное, ездил полоть ее. На велосипеде, сейчас еще по асфальту там еще доеду. Мы когда начали копать, они приходили. А это что такое? Это у вас это, как это так? Что за картошку? Чтобы мы не выкупали. У нас там несколько картофельных, такие картофельные. Вот это. Грабы считают. Дровые такие же, какие это были. Удивительные были. Дать, когда вкусно рассказывали. Одна. Бабушка рассказывала. Игнатий жил у нее на квартире. Она рассказывала о том, что в детстве. Я говорю, отца не помню. В детстве. Своего. Говорит. У нас семья была четверо детей. Мне было лет пять, наверное, шесть. Куда-то мы поехали на пароходе. А отец у нас был блаженный такой. Мать вот заставит его, что надо там ограду, что-то подгородить. Или что он сделает. И она говорит, выйдет, где там? А его нет. А он уже в храм убежал. Уже в храм. Вот если мать не заставит, он с утра убежал. А мать заставит. Надо вот это сегодня, это, это сделать. Что-то он сделает. И в храм убежит. Куда-то мы, говорит, ехали. Зачем? Я, говорит, не знаю. Переселялись или что. Зашел на одной пристани старичок. И отец сразу с ним как-то сошлись. Со старичком говорили, говорили. Потом пароход, говорит, пристал в одном месте. Отец встал, поклонился нам, говорит, простите меня. Я, говорит, ухожу. Моими телесами живы не будете. И со старичком мы, говорит, плакать. А мать, плакать. Ушел. И все. Ну, мы доехали, куда надо-то выездить. Ну, что, нету там, вырыли. Сделали землянку там какую-то с матерью. И мать, говорит, нам, ребятишки, она сшила, говорит, какие тряпки были, как бредень вроде там какой-то. Идите там, река рядом. Ну, а что, говорит, мы там ребятишки по колено ходим за берега. Поймаем, говорит, рыба такая. Рыб принесем. Рыбаки у него. Как? Мы рыбачили ничего, вывозли берега. А мать, говорит, ребятишки, это отец где-то за нас молится. Весной садить нет. А мы пошла, она, говорит, там, ну, куда выбрасывали, помои выливают. Мы нас собирали кожурки этих, очистки от картошки. И нас садили, говорит, выросла картошки, говорит, там, с матерью пять ребятишек, это отец, она, говорит, Богу молится. И так мы больше отца не знали, не видели где, но вот такое было, говорит, это чудеса просто. Так и принялись, что это по молитвам отца, не так это было. Так, занимайтесь, все. Я сейчас собираюсь. У нас в пятницу, у нас престольный праздник потеряете. 16-го. Хочешь, ты не дай, праздник на праздник. Я была, да, я была там недавно. Обещался быть и владыка этот, и Савгородский. Ничего себе. Приглашал я. Сергей? Да. Ред, тебе слово. Сегодняшнее чтение. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 16, стихи с 13 по 24. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 13-й стих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Толкование блаженного Хеофилакта Болгарского. К концу послания опять убеждает, показывает, что не должно надеяться только на учителей, но и самим себе внимать. Бодрствуйте, так как есть обольстители. Сказал это потому, что они как бы спали, а не по внешней мудрости, ибо в ней можно не утвердиться, а кружиться. Сказал это потому, что они колебались, так как есть наветники. Сказал это потому, что они расслабели духом. 14-й стих. Все у вас да будет с любовью. Толкование. Это против тех, которые смущали и разрывали церковь. Учит ли кто? Учится ли кто? Обличает ли кто? Все говорит да будет с любовью. При посредничестве же любви не будет ни гордости, ни разделения. 15-й стих. Прошу вас, братья. Вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Толкование. Здесь нужна перестановка. Умоляю вас, дабы и вы подчинялись таковым. Прочее вставлено. Вы, говорит, знаете и не нуждаетесь в научении от меня. Семейство Стефанова называет начатком Ахайи или потому, что оно первое уверовало, или потому, что вело и жизнь прекрасную. Ибо начаток всегда должен иметь превосходство пред тем, чему служит началом. Ахайи называет Элладу. Они определили и посвятили себя на принятие верующих нищих и на служение им, и не по принуждению от других, но по своей собственной воле. Шестнадцатый стих. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся толкованию. То есть участвуйте с ними и в денежном издевении, и в телесном служении. И не сказал просто «содействуйте», но будьте почтительны, заповедуя усиленное послушание. А дабы не подумали, что благоприятствует одному только Стефану, прибавляет и ко всякому содействующему и трудящемуся. В чем? В служении святым. Ибо все таковы достойны чести. Прошу прощения. И они в таком случае будут сносить труд свой мужественнее. Семнадцатый стих. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше толкование. Они сообщили Павлу известие о разделениях и о прочих погрешениях в Каринфе. Быть может, через них-то и уведомили его домашние хлоины. Первая Каринфа нам 1.11. Поскольку естественно было, что Каринфяне ожесточились против них, то он сдерживает их, говоря, что они восполнили отсутствие ваше. То есть пришли вместо всех вас и ради вас предприняли ко мне такое путешествие. Восемнадцатый стих. Ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковы. Толкование. Объявляет, что его спокойствие есть их спокойствие. Поскольку же они успокоили меня, а мое спокойствие для вас самих полезно, то с вашей стороны да не будет заявлено ничего неприятного им самим. Девятнадцатый стих. Приветствуют вас церкви осийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила, домашнюю их церковью. Толкование. Членов христовых соединяют через приветствие по всегдашнему своему обыкновению. У них остановился, потому что и сам занимался деланием палаты. Деяние восемнадцать один три. Примечай их добродетель в том, что они сделали дом своей церковью, устроив в нем собрание верных. Двадцатый стих. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Толкование. Только здесь делает прибавление о святом целовании, потому что много было разделений. Поскольку же много убеждал их в единению, то наконец соединяет их и целованием святым, то есть бесхитростным, а не лицемерным. Двадцать первый стих. Мое Павлова приветствие собственноручно. Толкование. Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение. Двадцать второй стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Толкование. Одним этим словом в страх привел всех. Блудников, разномыслящих, употребляющих идоложертвенное, неверующих воскресенью и вообще всех, которые между ними вели себя несогласно с его учением и преданием. Ибо все таковые не любят Господа. Маранафа, то есть Господь пришел, сказал это отчасти для того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а через это и о воскресении. Отчасти же для того, чтобы пристыдить их. Владыка за нас принял все на себя, а вы предъявляете его, одни называясь по имени людей, а другие совершая порочные дела. Употребил выражение не греческое, а еврейское, или язык сирийский. И поговорил коринфянам, которые придавали много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия. Он же показывает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой, так что и говорит грубым языком. 23 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Толкование. Долг учителя не только убеждать, но и молиться. И таким образом вдвойне утверждать, учением и несведением помощи свыше, посредством святых молитв. 24 стих. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Толкование. Поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимает их руками любви, говоря, Любовь моя с вами, то есть я присутствую со всеми вами, ибо я не без вас, хотя и в другом месте. Этим же показывает, что хотя написано и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и заботливости. А дабы не подумали, что говорит это из лести к ним, прибавляет во Христе Иисусе, то есть любовь моя не имеет ничего человеческого или плотского, но духовно и во Христе. Будем же и мы молиться, дабы, любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу. Ибо таким образом мы достоимся и вожделенных обителей Божьих во Христе Иисусе, Господи нашим, возлюбившим нас, которому слава во веки веков. Аминь. Господу нашему слава. Спасибо, Христос. Дорогие братья и сестры, ну, во-первых, оболять продолжим. Что-то. Три, три, два. Кстати, сестра наша, кто не знает из молитвенной поддержки, все знают, но кто не знает. Да, нет, конечно, многие не знают. Кручина. Анна лежит у нас в гнойной хирургии, оперирована. Оперирована позавчера, ее оперировали. А что, позавчера? Вот. Температура держится в третьи сутки до 39-ти. С Богом, Батюшка. То есть горит. Так, смотрите. Антибиотики, вероятно, не в точку, но в день не будем разбираться, я там пойду, будем смотреть. А сам-то Кручина как? А что сам Кручина? Вормально? С детьми? Сам Кручина не оперированный. Он с детьми, детьми занимается, хозяйством. Все на нем теперь. Только Варвара в школу уже ходит, или нет? Что? Варвара же в школу ходит. Ничего себе, конечно. Ну, она должна была прийти, не знаю, как она, как она, как она. Так что усилььте молитву о Рабе Ане. Вот. Еще кто из болящих? Людмила Стефановна до сих пор нету ее? Она была. Была? Я ее привозил. А, ну. Опять же покуря стала? Недова Галя. Кто еще? Татьяна Александровна нету, вижу. Нет. А Галя где у нас? Кто с Татьяной Александровной? Ну, как многие. Тоже в перерыв. Валентина. А кто сможет? Здесь есть. Валентина сейчас будет получение. Обновить. Валентина Барышникова. Там плотенщики разные. У меня на копейки. Барышникова неизвестно, что с ней? Барышникова нет. Она звонила. Ну, она в прошлый раз была. Она часто не хружит. В прошлый раз была она? Да. Ее нога водит. Тоже у нее водится. Еще кто? Кого мы не вспомнили? Валентина Барышникова не написали, батюшки? Он не молился сегодня. Он говорит, я даже не знаю об этом. А, да. Мы молимся всем. Ну, мы-то молимся, батюшка, это не знаю. Батюшки не написали. Надо будет братьям в интернет поддержке сказать, чтобы всегда через бой. Я сколько раз говорил? Я им говорил, что Остакова тоже. Я говорю, вы вступайте в молитвенную поддержку. Будете знать, пусть и дел наше. И не смать я вашу. Про Ольгу сейчас скажу. Значит, только из Осинников молитесь. Она усопшая. Это который год мучилась. Умерла? Да, умерла. Ульга Осинников. Так что в Москве молятся они и молятся в Казани. В других местах молятся они. Какого числа неизвестно? Да почему неизвестно? Среди, это какое число было? Это в седьмое было. Вот в седине. Так. Что ж не позвольте. Молитвенная поддержка, это как вот у нас в общем. Какие молитвенные поддержки? Телефон ватсап не делай. Очень тесно связанные люди. Приблизительно 30 человек где-то. Я точно не могу сказать, но приблизительно 30 человек. И разного возраста совершенно. Спасибо, Христос, за молитвы. Но не старые. Молитвы о моей свате, то есть о матери моего зятя. Она старообрядка. Отца Никола, она там покормляется. Но ее выписали. Но ситуация очень сложная. У нее вообще оброжденный поликистоз пучек и печень. Поэтому там пучки уже никакие. Там осложнение, нагноение кист. Дренировали эти кисты. Но выписали на постоянном патриотическом гемодиализе. Это вот кровь почти через день, через двое суток. Я ее кровь прогоняю через аппарат, который очищает ее от шлаков, который вместо почки практически не функционирует. Теперь стоит вопрос о пересадке и что нужно говорить с ней. Уже как-то вот такие вот вопросы. А сколько ей лет? 54 года. А, 54. Я на мустом ухах. Нет, нет, нет. Ну, у нее сложности. Острый психоз тут развелся на днях. Патические атаки называются. Патические атаки, страх смерти, она не может спать. Так что вот такие вот дела. Сложно все. Как это будет, пока неизвестно. Ну, вот вроде верующий человек, а вот так вот. А у них Евангелия это нету, да? Да все есть у нее. Все же. Если она там ходит. В старый оградский. Пожалуйста, сейчас расскажу о себе еще. Еще благодарю вас, дорогие братья и сестры, за нас с сестрой, которой мы путешествовали в наше детство. В горнях ездили, где прошло наше детство и начало юности. Было все печально и радостные были, встречи и события были. Путешествие было само по себе благополучным, благодаря вашим молитвам, я уверен. Попутчики были разные, кто принимал, кто не принимал, Слово Божие. Один из попутчиков был Армен, армянин. Он приехал сюда, может, лет 20 назад, здесь он живет уже со своей семьей. И брат его переехал из Армении, и отец. И вот они там, как своим кланом, они живут, и все стали православными. То есть приняли крещение. Но он возвращался из Кургана, куда отвез своего сына поступать в военное учебничество. Вот. Второй, тут двое еще ехали. Ну и вот я ему дал визитку, он принял, так, с благодарностью, все. Даже пообещал звонить, если будут какие-то вопросы. Второй, значит, тут с этой стороны сидели на боковых местах. Участники, один участник событий... Двухрадийных? Нет. В Чечне, да, в Чечне. А этот сейчас на Украине. У него нет пятеро детей. Последняя дочь родилась в Майе. И он, вот он приехал, значит, раненый, приехал здесь, подлечился и опять поехал туда. Ну вот, объясняет, что это он... Считает, что долг его, что нужно ехать и защищать родину. Ну, сейчас как раз такие события на фронте пролив. Вот. Там, значит, в Горняке, что интересно, на территории нашей школы, где я учился 11 лет, построен храм. А Горняк, это где? Это Локтевский район, это Зарубцовскому. Вот Рубцовскому еще почти два часа езды. Ну, это Алтайский район. Ну, конечно, это граница, прямо на границе с Казахстаном. Там же с кем? Там у нас была шахта, полиметаллические руды добывали и везли в Ускаменогорск. Не в Ускаменогорск, а ближе, там, сюда, Глубокая называется, где мои родственники живут, как он, Иртыш-завод. Вот туда, там уже переплавляли. Там, Кртыш, ближе. А в конце нашей улицы, где мы с сестрой жили, ну, там раньше была околица, и вот прямо здесь, на этом месте, стоит часовня. Так что здесь, где наша улица, и там, где я учился. А как вы гемологом не стали, интересно? Там же горная местность. Интересно, да. Горнецкая. Да, да, да. Мне интересно было, причем у нас даже кто-то, я помню, Шахты, конечно. Пещерки. Приходивших лекторов, которые ориентировали нас, куда поступать, был и среди них геолог тоже. Ну, была такая мысль. Мне интересно было вот эти камешки собирать, они цветные, красивые. Да, они очень симпатичны. Там же медь, это все, зелененькое такое. Была такая мысль. Ну, вот, получилось так, что после восьмого класса у нас очень сильные были учителя. Одна из них, вот, она, которая преподавала географию, одновременно анатомию, биологию, все преподавала. И вот она как-то заинтересовала, и я уже с восьмого класса, через три года оставшиеся, я уже был ориентирован в медицину. Да, слава богу. Да. Так случилось. Но хочу вас поблагодарить за все, что было с нами. Да, ну, мы были в храме, мы там пригласили свою родственницу, она моя, наша племянница, а замужем она за двоюродным нашим братом, то есть он ее дядя, такая родственная связь у нее. Печально, что у нее погиб сын, то есть утонул пять лет назад, и она вот никак не может до сих пор отойти. Ну, вот, как-то мы ее пытались вывести. Имя. Ее Людмила, Людмила, да. Пытались ее привлечь, ну, вроде как что-то получается, она вроде хочет читать священное писание. Вот, на службе были мы, интересно было, надо было у батюшки спросить, интересное забытие. Вот он провел литургию, после литургии поставили аналой сюда ближе к выходу, справа от аналой поставили столик, на нем поставили чашу, а он осветил воду, значит, и потом читает Евангелие, и читая Евангелие, он так вот кладет, читает, и вот прям кладет на голову прихожан, и читает, и кладет вот так вот. У нас в ладоре тоже так же есть. Это молебель такой, да? Молебель. Это молебель. Я когда тут рассказывал, когда я был в Красноярске, меня никто не понял. Все смотрели на меня спокойно, а батюшка вышел и сказал, и что тут такого? Наш батюшка вышел. А я пытался это преподнести как нечто, я-то убежал от него, от священника. Он-то видит, я с костылем, и ко мне. И подошел ко мне, и вот так вот на голову, а я так, хоп, нырок боксерский, и поцеловал Евангелие. И смотрю, и он вот так изумленный на меня стоит. Что такое? Не по плану пошло все. Я еще раз перекрестился, он опять смотрит. И я такой начал садиться, и он в этот момент мне на голову все-таки положил. Я думал, хватит два раза поцеловать, надо было третий целовать. Что ж ты? По-библейски. Ну, в общем, ничего особенного нет, просто для меня это необычно было. Да, понятно. Да, необычно. Притуманный молебен. Вот. Евангелизировали всех. Значит, когда он уже заканчивал, прошли мы ко кресту. И я потом фотографировал немножко, вышел на крыльцо, и на крыльце там памятная доска, на храме у входа, там Антоний, наш епископ, он освящал этот храм. И он выходит сюда и говорит, ко мне обращается. Я, естественно, под благословение. И он спрашивает, кто вы? Я говорю, вот, Виктор, кто вы, староблятся? Я говорю, нет, я бываю старобрядцев, у отца Никола я бываю. Никола Домнов, вы, может быть, знаете. Нет, слышал, но не было, не знаю его. Ну, и тут мы поговорили с ним про старобрядчество, старобрядчество. И тут его отвлекли. То есть, вот он интересовался, выяснил, что я православный. А потом Надежда, сестра, ее там уже тоже во дворе спрашивают, а вы не из Потеряевки? А он говорит, нет, из Потеряевки. А мы, говорит, по Потеряевку все знаем, все смотрим. Так что вот, слухи, земля слухом, слухом полнится. Ну, вот, такие были интересные события во время нашей встречи. Ну, для вас, конечно, было это, я понимаю, детство. Да, ну, и папа там с бабушкой похоронены. У меня детство порвало. Ну, там куча родственников, там. Я здесь нахожусь. Так что, слава Богу, спаси Христос за ваши святые молитвы. Все было богословием. Теперь ты хотел, чтобы туда отходить. Да, я хотел сказать. Я же сказал, что тайну раскрою. Не верите, что? Она перестанет быть тайной. Да, она перестанет сейчас для вас быть тайной. Вот, мы слушали, батюшка сегодня. Ну, прочитал нам и толкал, ну, как бы, немножечко там чье-то толкование какого-то святого нашего мужа говорил. Ну, и там было про всех. В общем, так. У нас как-то привыкли, что все про всех всегда. А почему? Потому что наша страна атеистическая. Поэтому у нас все всегда про всех. Мы все равны. Несколько человек ровнее у нас есть там. А так мы все равны. Поэтому мы привыкли вот так вот жить. А я хочу вас опять раскрыть вам эту тайну по Вишенеля, которую вы все знаете. Это притча, которую говорит Господь к верующим людям. Вот, вот, в доску в Бога верующих людей. Вот, в доску верующих. Вот, которые верят, что Бог есть. Вот, эта вот притча как раз к ним. Не ко всем. Не к язычникам эта притча. А ко всем. И теперь мы в эту притчу входим с вами. Вот эта притча. Уходит хозяин куда-то. А перед этим он делает, будем так говорить, подворье. Подворье, которое может приносить связанное с наградным делом. Это сейчас очень дорогое. Дело прибыльное. Оно было всегда прибыльное. Особенно, когда там вино делали. Сейчас мы все разберем. Есть ограда. Вот ограда. Это ветхозаветная церковь. Или ветхозаветное общество израильское. Или богоизбранный народ. Это вот ограда обнесенная. Там внутри есть точиво. Башня есть. Башня для того, чтобы можно было с нее смотреть. Ну и там оно как для хранения и так далее. Высокое такое сооружение. Может видели, как башенки у грузины строят. Для чего? Ну для того, чтобы можно было осматривать окрестности. И наблюдать. Не так, как там. Куда там кто поехал и так далее. Потому что виноградники все были вокруг. Вот этого всего места. И свозилось все в одно место. И точило. Точило это такой большой-большой чан каменный. Не квадратный. Круглый. Для чего? Для того, чтобы постоянно сок стекал, когда его давить будут. А давят. Просто ногами раньше давили. А было и там на слах, там на ишаках. Кто там был. Кони, там верблюды. По кругу ходят. Там палка такая. И все. Камни подгружают. Оно вот так вот давит. А они все это давится, точится. Ну или катается. Вот так катится. Как придумают. Очень дорогостоящие сооружения. Очень дорогостоящие. И вот он отходит. И вот это надо оставить. И чтобы прибыль была. Хозяин богатый. Еще там надо построить в одном месте где-то, видать, ему. И он оставляет это делателям. Вот про то, что кому они это потом вино будут обрабатывать. Его же продавать надо. Ну то есть сделали вино. Сок ли там. А теперь нужно кому-то раздавать. Этих делателей их немного. Делателей немного. Делатели не все. А делатели немного. Это особые люди, которым он оставляет. Вот сейчас я вам скажу. Оно как бы и не тайно. Но непонятно будет. Вот виноград это все. Понимаете? Виноград все. А делатели, они отдельно стоят. Они берут этот виноград. И из него делают вино и сок. Но употребляет его этот же самый виноград. Это весь народ. Вот весь народ израильский. Это виноград. Который должен дать какой-то плод. А над ним стоят делатели. Вот давайте запоминайте внимательно. Делатели стоят. И делатели. Вот какие делатели. Такой будет сок. Такой будет виноград. В общем понятно. Они должны ухаживать за ним. Башня для этого есть. Все по-настоящему. Не просто так. Что там что-то какое-то болото дали. Смотрите. Нет. Все сделано вот так хорошо. Вот так логистика, как говорится, устроена хорошо. Дороги там, повозки. Все. Там бары. Все есть. Все что надо. И этот виноград нужно собрать. Сделать из него хорошее вино. Или приятный сок. И чтобы этот же самый народ. Виноград. Там себя хорошо чувствовал. В этой ограде. Ограда это все. Это самое общество. Израильская. Или Ветхозаветная церковь. И теперь. Когда он пришел. Чтобы получить от них что-нибудь. Они вроде бы надавили много винограда. Вроде бы его там хорошо было. Надавили там вина много и так далее. А они ничего не дают. Не хотят отдавать этого. А кто эти делатели? Он перечисляет кто эти делатели. Книжники, фарисеи. Прям там, там не говорит. Первосвященники. Священники. Не просто так. Все там. Миллиардеры какие-то там. Еще там какие-то там. Бомжи. Нет. Не про них идет речь. А про нормальных верующих людей. Которые не бомжуют. Они работают. Они трудятся. Они даже. Слово Божие читают. Они в храм ходят. Вот башня вот эта. Вот это храм. Сказали. Это храм. Они туда все ходят. Все туда. На хранение. Весь этот виноград. Только плоды. Плоды остаются у этих самых делателей. А теперь видите. Апостол Павел к филиппийцам в третьей главе во втором стихе говорит так. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Это как раз говорит о том, что когда пришли новозаветные. К нам строки Христа. То первые кто восстали против учения Христова. Против Евангелия. Это были конечно же иудеи. И какие иудеи. Сначала это были иудеи естественно. Вот эти самые делатели. Вот эти самые сильные мира сего в религиозном плане. А потом они учили своих служащих. Простой народ. И толкование блаженного филакта нам говорит в конце концов. Что восстали против Христа. Против сына. И убили потом сына. Вот эти вот делатели злые. Восстали. Именно делатели. Именно те. Которые стояли во главе народа. А простосердечный народ был ими обманут. То есть простосердечный народ. Вот сам виноград. Он не участвовал в убийстве сына. Поэтому нужно отделять тех кто делатели от простого народа. Вот это вот ваше. Вот это тайна. За семью печатями. Которую хранят. И ее толкование на сегодняшний день. Никто не приводит из служащих. Ну конечно же понятно делателей. А какие эти делатели. Если они не крестят даже троекратным погружением. То есть не погружают людей. Кто они тогда? Какие они делатели? Делайте сами выводы. Спасибо Христу. Слава Христу. Я хочу призвать вас всех к молитве о благодарности. Благодарности Михаилу Петровичу. Который здесь у нас притрудится. Во-первых территория за храмом и в храме. Все посадки. Все это на нем. Потом на кухне он сделал там уголь. Практически вот они вдвоем с братом Сергием перекидали. И там теперь он делает кухню. Облагораживает. Потолок уже сделал. Теперь стены остаются. Так что спасибо Христос. Ну и поблагодарить надо нашего брата Константина. Который вот занимался здесь дополнением к отопительной системе. Надежда Александровна здесь тут подкрашивала. Все тут подделывала. Все благополучно. За исключением вот этого вот барашка. Вот он немножко подтекает. А так все вроде система заполнена и готова к отоплению. Еще надо будет на этой неделе, я полагаю, эти дыры в стенах заделать. Потому что приедет хозяин. Даже не поэтому. Потому что все. Уже и время. Уже пошло время. Уже и время, да. Уже не будет очень теплой погоды. Уже дождливо, пасмурно и холодно будет. Так что. Следующая неделя будет 13-15. А та неделя начнется неплохо 20. На этой неделе надо будет задевать. А потом пойдет до 6. Кто знает где эта... О, Любовь Николаевна. Материал, который там... Она сказала, я все сюда. Хорошо. Значит, Любовь Николаевна решаем этот вопрос. Да. Брат Константин повредил палец и показал мне сегодня палец. Я говорю, брат, ты говорил, что ты сделаешь. Он показал палец и сказал, что травмирован. То есть ему неудобно. Понимаете, нагноемие у него. Неудобно ему. Ну, понятно, сами понимаете. Так что... Вот, может, брата Игоря попросим. Если тебе надо поддержкой, я могу поддержать тебя в этом. Ну, только поддержать. Материал весь есть у твоей мамы Любови. Еще у кого... Да, ну вот я хотел спросить, как начался учебный год? Все благополучно? Да. Чтобы не было так. Да мы еще успеем. Передик целый год. Отскачиваться. Не надо отскачиваться, надо брать. Да мы что-то привыкли, что они хорошо учатся. У нас, главное, были братья. Брат Нестер уже окончен на учебе. Прекрасно. Как идет учеба? Нестер тоже учится хорошо. Как группа? Сколько человек? 30. 30 человек группа? Ну, машину отличаешь, где перед, где замужем. Молодец. Все парни? Хорошо у нас все? Нет, одна девушка. Одна девушка есть? Ничего себе. Так, ну обратно, Иоанн еще в процессе поступления. Он только оформил медицинскую справку на прошлой неделе. Так что, у него зачисление будет когда? Ну, сказали, 16-го должны прийти документы уже. 16-го. Зачисление в институт? Я учусь на заочном. У тебя же заочное? Да. У нас поэтому только с октября начинается занятие. А, у тебя же сейчас еще месяцы, наверное, подойдет комиссия, начнется, да? Да, с 3-го октября начинается. С 3-го октября, да. Ну, совсем мало осталось. Можно еще мне про Содружество скажу вам? Сейчас Содружество, и там определили, сделали, в общем, как у нас, приблизительно, эти, устав, пункты устава там есть и так далее, там всего сколько пунктов-то? 19 пунктов. И там чуть посложнее, потому что все держится на занятиях, поэтому там вначале идут пункты о занятиях, как правильно присоединяться к занятиям, которые там сейчас. Очень много людей на занятиях, там всего группа 200 человек стараются держать, около 200, потому что дальше вылетать начинают. Ну, обычно на занятиях самое большое участвует, ну, человек 80. А так, ну, 40, ну, 40 это обыкновенная цифра, даже в воскресенье намного больше, там 70, вот так. Поэтому через занятия, а потом все начинается, сводится к тому, что в церковной дисциплине, то есть платки, одеяния, борода, пояски у братьев, ну, то есть вот до такого вот. Что человек, который просто пришел, допустим, он безбородый, он там в течение... То есть прийти нужно пресс-контроль. Да, в течение одного занятия на следующее он уже должен бриф выбросить, уже должен одеться и ждать. И многие на это идут, потому что как-то Господь вот истинной и правдой касается людей, и они говорят, мы давно искали этого, и прям идут на то, что будут. Но бывает некоторые, ну, они отстают. Что-то сначала им понравилось, потом отпрыгивают, и они около ходят. Около ходят, и потом есть там у нас Вячеслав Семенов, как главный модератор. Они к нему должны зайти и попроситься у него, если захотят. Там пишут они прям заявление, что мы просим, все будем исполнять, будем молчать, не будем вылазить на занятиях. Ну, то есть, такие совестливые, значит, какие-то указания. Сфотографироваться с этим заявлением, вот так вот, и прислать туда, что мы готовы. И тогда их подключают, и они могут присутствовать на занятиях, молча, молчать. Но если есть вопросы духовные, могут задавать. То есть, вот так вот. И есть там такое дело, поручительство оглашенных. То есть, есть люди, действительно верующие, и это, я вам хочу сказать, не просто какие-то слова, если вы будете с ними разговаривать, вот в скайпе, там вообще это лицом к лицу, там обозревается все. И эти люди, ты начинаешь с ними разговаривать, и ты понимаешь, что для них вера в Бога, это не что-то неожиданное, там они не издеваются над тобой, ничего там нету. Они рассказывают свою биографию, как они пришли к Богу, и очень трогательно прям, до слез бывает и так далее. То есть, настоящие верующие люди, которых обманули злые делатели, их покропили, нету крещения, многого они не понимают. Каноны вообще это, ну как дикий лес какой-то там со зверями декучими, никто их не знает, слышали только о них. И когда говоришь, каноны, каноны, я слышал такое, что есть каноны. То есть, злые делатели оградили полностью, чтобы никто не знал, какой должен быть виноградный сок, какое вино должно быть. Никто, они только не знают кислятину, дрянь продают. Всем уже. Вот так вот. И поэтому, вот это поручительство. И люди выбирают себе, им там предлагают, они выходят там кому-то, старшим модераторам, им предлагают кому-то, сестры к сестрам, братьям к братьям. И вот ко мне уже двое попросились. Один, значит, с Москвы, Илья, ну как у него мусульманские корни. А другой, вот чисто такой русак, причем он работал в геологии, Ямшинов Иван, моего возраста, значит, 4 года помладше, тоже попросился. Ну, такой сложный, не знаю. Ну, то есть, надо молиться. Вот Илья и Иван, помолитесь. Вот этого Илью я готов взять в оглашенный. Такой кроткий, помладше меня, где-то, наверное, 48. Помоги, Господи, тебе кровь. Вот Иван, он такой активный, но много знает, вот в чем дело. Не знаю, братья, я говорю, мы с тобой прям совпадаем характерами, может, и ни к чему с тобой встречаться. Ты бы с молодежью где-то там, они бы от тебя научились кое-чему, и ты бы понял там от них, что надо. Потому что там надо читать книги Игнатья Тихоновича, чтобы остановиться. Если примет он их, тогда нормально. А так он может не принять просто, мне зачем копья с ним ломать, там вопросы задавать. Вы помолитесь, пожалуйста. Помоги, Господи. То есть я пока одному отказал, вот этому Ивану, а Илью взял. Потому что двое тоже много. Кстати, ты мне... Спасибо, Господи, брат. Ты мне напомнил, вот у нас были Татьяна и их муж, или... Не, не Татьяна, Юлия. Юлия? А, да, Юлия. И муж Константин. И Константин. А если до вас это тайна, то вот сестра расскажет. Коротко скажи, сестра, как все будет. Потому что для меня это... Ну, я могу так сказать. Я просто не вижу их, поэтому... Я могу так сказать. Когда я задал вопрос батюшке, почему он поминает этого патриарха, и тут был небольшой... Ну, как всегда, это обычное дело. А она вот там сидела, смотрю, у нее такие глазенки, она вот так прижалась. Мы вышли потом. Я говорю, а что ты? Испугалась что-то, или чего она? А что мне делать? Как? Я же вот только в общем пришла, и вдруг вот тут такое что-то. Я говорю, а что такого? Ничего, это просто вопросы наши мы решаем. У нас, ну, тоже какие-то есть вопросы в общем. Сейчас решатся они, и все, и на место все встанет. Она говорит, я говорю, а вы вообще как здесь навсегда приехали? Как вы вообще приехали-то? Вы тут были? Она говорит, нет, вот мы прям сразу приехали. Я вот посмотрела вас по скайпу, там, Игната Тихоныча. И мы вот, Игната Тихоныча сюда приехали. Я говорю, ну, Игната Тихоныча-то сейчас далеко. Она говорит, вот сейчас муж приедет, там, в декабре, и мы будем думать, как там домник построить в Потеряевке. То есть мы будем летом там, с Игнатом Тихонычем, а здесь, как бы здесь. Я говорю, ну, это, говорю, страшное дело. Я говорю, все, кто приезжал к Игнатию Тихонычу, я говорю, их никого уже не осталось. Я говорю, вообще-то у нас тут община, Игнат Тихоныч староста общины нашей, а батюшка, вот, наш духовный пастырь. То есть, как бы, все на своих местах у нас тут, и все понятно. А она говорит, ну, мы не думали об этом еще. То есть, вот так, как бы, я говорю, что не думали? Я понимаю, что общество, людей, столько много верующих, мне бы это понятно было с самого начала. У них что-то другое в голове. Ну, и вот, Лена, вот, рассказывает. Ну, да, вот Игорь говорит, что ей не понравилось, там, какие-то, там, разговоры, там, освещение. Как бы, ну, все стандартно. Ну, у нас с ней, у нас с ней очень близкие отношения были, и я ей, там, много моментов говорила. Конечно, где-то и достаточно так жестко ставила. Она все принимала. Она настолько быстро все принимала. Она такая восторженная была, такая довольная, счастливая, радостная. Приняла крещение, говорит, сюда вошла, в общем, она говорит, теперь вот я чувствую, что это моя семья, что вот я вошла в семью. Мне, говорит, тут так комфортно, так хорошо, так все вот прям вот, как будто все родные. Ну, а такой вот точкой стало, что вот эти события, когда начались, вот эти все суды, не суды, а кто там, следствие, потерявки. Ну, и, как бы, подозрение пало на родственников Игнатия Тихоновича. Она, Юля, говорит, ну, не суди, вот это вот все, не суди, не суди. То есть, вот Игорь тут что-то кого-то судит, там кто-то кого-то осудил. Я не хочу в этом участвовать, она говорит. Вот вы осуждаете, я не хочу в этом участвовать. Не хочу, не хочу, не хочу. все и давай отдаляться и вот как бы это камень такое преткновение мы это знаем тех людей они говорю уже показали себя никаких секретов нет я не хочу не хочу то не хочу все потом уже сняла платок фотография бесплатка и говорит община я не не ради общины приезжал община нужно свое все стандартный он уехал военный он десантник он майор и на нем батальон но в любой момент может уже быть под балаклей они быстро перебрасывают который противник нашего спасения найдется как ну и надо сказать что как она приехала на крещение вообще-то все уже показывала был для меня так было удивлением марина тоже такая что такое происходит то есть люди специально приезжает за месяц чтобы к субботе попасть в субботу на совет церковно-приходской чтобы вопросы им задали все она столько здесь было тут рядом с нами и не в зуб нога ничего не знаю как бы еще кто-то и помог в этом мы сейчас снимать их не будем сейчас не будем снимать не будем пока не будем ну и все она такая у них по контракту запрещено свою жизнь подписывали ну пускай живут в погребе как крысы там их вообще не видно ты видела когда последний раз все дай бог им спасение вот и все будем так еще и она приехала как-то и к батюшке бачком бачком и батюшка разрешил и вот крестили ее крестили а ее уже не было все надо полагать спасению господа много господь знает какого как она не поняла что это испытание это крещение это ее испытание сейчас помоги господи так еще у кого есть вопросы пожелания благодарения можно еще помолиться за даниила запорожского скоро приезжает в середине сентября господи и он это говорит не оставляя меня говорят еще это звоните да ну помните вот со мной был володя олейников когда конечно грузовский работает он был у меня месяца два назад он был в храм ходит бородка у него там ну храм редко но ходит это послужит там же такая загруженность у хирурга поэтому женился он мысли пока нет мысли у него покаяния нету все без грешен нет почему сейчас уже считать уже не считает да 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 во всяком случае мнение надо рассказать в моем общении не считался безгрешным но когда вы его везли когда везли и все проходило после этого уже когда он тут был я с ним беседы постоянно вел а он будет мне кается не в чем не в чем кается я говорю ты первородный грех он не понимает этого он говорит ну я вот так смотрю на свою жизнь я все нормально делаю а сейчас уже женился в блуде живет ребенка ждет причем радостно счастливо и все еще он не все безгрешно одни словом надо молиться и вас спасение это еще у кого есть что ростикова нам и тут спрашиваем про материал который нужно для тех дыр он есть хорошо отлично вот эти вот с той стороны запихать надо там картонки такие же как здесь тряпочка такая синенькая на тихо тихоныча ее нужно на гвоздики через такую картоночку маленькой 4 гвоздика всего нет 6 2 константин спал этот повредил палец он не может у него поврежден палец у него повреден палец я буду указывать какое место что развелось сделаем а ваш сын любимый вами игорь владимирович третяков он будет будет руками а я покажу все что надо и ручь водить руками он будет делать рука да я буду руководить будем завершать будем завершать дальше будет теснопение трапезы занятия трапезы не будет сразу занятия ну как скажете достойно есть всякого истину блажите тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения бога слова хорошую сущую богородицу тя величаем господи защити родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних расприй от беззакония которое в тайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе господи праведны суды твои над россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бог и егова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а во отче господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец сын и святой дух аминь так братья не уходите все кто остается на занятия оставайтесь и начинается занятия все у нас всего час в 12 мы будем свободны и поедете все кто куда нет 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 давай 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 ну ты сам учитель ты понимаешь что нужно учить других вот глядил камеры у нас для чего стоят ты знаешь